МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру с Павлом Баевым. Здравствуйте. Курганский машиностроительный завод был, есть и будет. К такому выводу пришел губернатор Алексей Кокорин, обсудив вопросы дальнейшего развития предприятия с важным гостем. Губернатор Алексей Кокорин встретился с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым в ходе его рабочего визита на Курганмашзавод. После состоялась рабочая встреча с главой Курганской области Алексеем Кокориным. На ней они обсудили детали работы КМЗ, выполнение гособоронзаказа, а также выполнение программы диверсификации, то есть расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта. Алексей Кокорин напомнил, на заводе недавно были представители Ростеха и других структур, заинтересованных в предприятии. Самое главное, на месте все люди, вся инфраструктура, гособоронзаказ выполняется. Алексея Геннадьевича заверили, что Курганмашзавод был, есть и будет. В большей степени мы говорили о переходных процессах. Сегодня особое внимание трудовому коллективу. Нам важно в людей вдохнуть уверенность в том, что все, мы пришли к нормальной форме управления. Все эти сложности, все эти волнения, что будет завтра, что будет ли будущее, они завершены. Будущее есть, надо работать. «Мы сейчас все реализуем поручения президента Российской Федерации. К 30-му году 50-процентная доля товарной продукции должна быть гражданской. И здесь перед нами большие горизонты, и Курганмашзавод будет предприятием, где будет выпускаться гражданская продукция», – сказал Бочкарев. Завершая встречу, Алексей Кокорин заявил, что теперь стоит задача вернуться к стабильности на предприятии. Люди должны уверенно выполнять гособоронзаказ, завод должен развиваться. Дмитрий Долгих, Дмитрий Товченников, информационное агентство «Курган.ру». Опережая сроки, работы по программе формирования комфортной городской среды в Кургане проходят раньше установленных сроков. Многие курганцы уже этим летом смогут оценить качество обновленных дворовых и общественных территорий. Подробности смотрите в следующем сюжете. Два миллиона рублей и даже больше. Именно столько в 2018 году составляет средняя стоимость ремонта и обновления дворовых и общественных территорий. Все благодаря проекту «Формирование городской комфортной среды». 5 июля прошел объезд по пяти объектам, на которых работы уже подходят к концу. В мероприятии приняли участие руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов, координатор проекта «Городская среда по Курганской области» Игорь Прозоров. Были приглашены представители СМИ. Качество работ контролирует Управление дорожного хозяйства благоустройства города Кургана согласно проектов. То есть все полностью контролируется. Я думаю, что задача стоит перед всеми подрядчиками закончить все работы раньше срока, к дню города посараться, чтобы у наших горожан были новые дворы и новые общественные территории. За время пресс-тура осмотру подлежали несколько территорий. Сквер по улице Коли-Миготина возле домов 136, 138 и 140. Здесь уже выполнены дорожные работы. Установлен тротуар и дорожный камень, заменено асфальтовое покрытие. А в будущем планируется установка малых архитектурных форм. В том числе объемная надпись «Я люблю Курган». Стоимость работ составила почти 1 миллион 400 тысяч рублей. В этом году сроки реализации проекта у нас значительно более выигрышные, чем в прошлом году. Если в прошлом году мы в июле месяце только начали проводить аукционы, в этом году, в начале июля, мы уже видим, что на большинстве территорий у нас работа уже подходит к концу. Это было сделано нами специально. То есть мы хотели реализовать проект в этом году так, чтобы в летний период жители города, дети могли пользоваться теми территориями, которые мы реализуем в рамках проекта. Более 2 миллионов 600 тысяч рублей вложено в придомовую территорию дома номер 80 по улице Куйбышева. Здесь в объем работ входит полная замена асфальтового покрытия, установка бордюрного и дорожного камня. Подрядчик уверяет, что за неделю они смогут закончить ремонт, хотя дата окончания работ по контракту – начало сентября. Также ситуация обстоит и с дворовыми территориями дома номер 3 по улице Зайцева и Губанова 20. Вход в парк Победы со стороны улицы Зорги, дворовая территория Сухебатора 6, также в процессе окончания благоустройства. В целом, по реализации проекта в 2018 году, считаем, что проект реализуется успешно, более успешно, чем он реализовывался в 2017 году, именно в связи с тем, что в этом году у нас другие сроки реализации проекта, у нас накоплен опыт, мы реализуем территории комплексно в этот раз. Если в прошлом году у нас на двор приходилось 500, 600, 700 тысяч рублей, то в этом году средняя территория у нас получается 2 миллиона рублей и выше. Но эта территория захватывает не один двор, а два, три, четыре. Игорь Прозоров убежден, что жители этих обновленных территорий ко дню города получат хороший подарок. Лидия Кайгородцева, Павел Баев, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру. В Зауралье заботятся о безопасности детей. С 1 июля по 31 августа в областном центре проверят безопасность детских площадок во дворах, парках и других местах, где проводят время дети. Дети должны гулять в безопасных дворах. Уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина провела рейд по дворам, по которым поступили сигналы от курганцев в специально созданной группе в социальной сети ВКонтакте «Безопасность детства в Заурале». Рейд начался с придомовой территории по адресу Пичугина, 26. Алене Лопатиной поступил сигнал, что на детской площадке плохо закреплены одни качели, а вторые сломаны. Эта информация появилась за два дня до рейда. Управляющая компания оперативно устранила недочеты, покрасила сооружение на площадке. Однако шатающийся турник не остался без внимания уполномоченного при губернаторе области. Алена Лопатина отметила, что подобные рейды пройдут во всех муниципальных образованиях региона в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Инициатива принадлежит уполномоченному при президенте по правам ребенка. И проводится эта акция с 1 июля по 30 августа по всей территории Российской Федерации и, безусловно, в Курганской области, тоже по всей территории. То, что мы с вами сегодня посещали дворы города Кургана, это лишь элемент акции. И совместно с органами МВД, совместно с органами МЧС, совместно с советами отцов в каждом муниципальном образовании будет проведено посещение мест массового пользования детей, либо семей с детьми. Были, конечно, и дворы, где сложно представить гуляющих детей. Заросли травы с человеческий рост, сломанные качели, песочницы без песка. Но есть в Кургане площадки, на которые хочется возвращаться снова и снова. Например, двор по улице Гоголя 80. Не только яркий и красивый, но еще и безопасный. Здесь как управляющая компания, так и сами жильцы внимательно относятся к созданию условий для детского досуга. Футбольные ворота надежно закреплены. Кольца на спортивной стенке выдерживают даже взрослого человека. Вокруг чисто и уютно. Алена Лопатина отметила, что по итогам выявления недочетов на детских площадках будут направлены письма соответствующим структурам и собственникам для создания безопасных условий для маленьких зауральцев. Мы понимаем, с одной стороны, что действительно сегодня, завтра, послезавтра что-то будет снова происходить, что-то будет снова ломаться в процессе эксплуатации. Но и мы не должны дремать и реагировать оперативно. Потому что каждая наша исправленная качелька – это, на мой взгляд, снижение детского травматизма летом. А ведь мы хотим, чтобы лето было для детей безопасным и максимально полезным. За это время будут проверены торговые и развлекательные центры, парки и дворовые площадки, спортивные объекты. Задача везде одна – проанализировать с точки зрения родителей и общественности безопасность объекта. Участие в акции могут принять все желающие. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Александр Немков, информационное агентство «Курганру». Стоп-коррупция. Под таким названием в областном центре прошел необычный флешмоб. Примечательно, что мероприятие проводилось в рамках госпрограммы по противодействию коррупции. Подробности в нашем следующем материале. Борьба с коррупцией вышла и на улице Кургана. Накануне на Троицкой площади областного центра прошла акция «Стоп-коррупция». Цель – донести до людей всех возрастов об эффективных способах борьбы с коррупцией. Сегодня на Троицкой площади проходит акция «Стоп-коррупция», в ходе которой волонтеры у нас раздают тематические листовки и проводят беседу с населением. В целом, молодежная волонтерская акция представляет собой цикл мероприятий. Первое было у нас 14 июня возле торгового центра «Пушкинский». Дальше будем также продолжать это где-то до середины осени. Совместными силами волонтеров Курганского дома молодежи и сотрудниками Курганской областной детско-юношеской библиотеки имени Потанина было организовано данное мероприятие. С помощью листовок и бесед они информировали горожан о негативном влиянии коррупции методом противодействия, а также сформировать у курганцев антикоррупционное сознание. Не секрет, что у нас с проблемой коррупции всегда рядом идет вторая проблема. Это у нас равнодушие населения. И пока мы, так скажем, не переборем вторую проблему, говорить о противодействии коррупции, какой-то остановке коррупции будет просто-напросто невозможно. Для детей и всех желающих сотрудники библиотеки провели мастер-класс «Белые воротнички. Чистые руки». Случайно получили в руки листовочку, приглашение, сказали, что мастер-класс. Я здесь на прогулке с внучкой заинтересовалась мастер-классом, мы подошли и попали, можно сказать, на викторину в отношении борьбы с коррупцией. А насколько в наше время важна вообще борьба с коррупцией? Я считаю, что архиважна. И не то, чтобы даже борьба, а это как состояние души каждого человека не быть коррупционером. Впереди курганцев ждут подобные акции до середины осени. Все мероприятия проводятся при поддержке правительства Курганской области. Павел Баев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру». Зауральцы наконец-то дождались теплую погоду. И чтобы не сидеть в уикенд дома, мы узнали о предстоящих развлекательных, культурных и спортивных событиях в регионе. И оказалось, программа очень насыщенная. Эфир продолжит рубрика «Афиша выходного дня». Предстоящие выходные будут насыщены самыми разными событиями, которые будут интересны не только болельщикам футбола. Так, например, в Курганском художественном музее состоится выставка, приуроченная к столетнему юбилею скульптора, чьи работы украшают улицы Кургана, Анатолия Ивановича Козырева. Для тех, кто желает совершить путешествие на 65 миллиардов лет назад и сделать фотографию с опитателями земли тех времен, работает выставка движущихся гигантов «Динозавл». Также в стенах художественного музея можно будет посетить выставку мистических стереопортретов «Страшные воспоминания». Под разным углом зрения работы фотохудожника Эдварда Аллена могут напугать и передать эстетику викторианской эпохи. Приобретайте билеты в кассах музея. А на выставку, посвященную Российскому дню семьи, любви и верности, истории одной картины – вход свободный. Часы работы художественного музея в выходные дни с 10.00 до 18.00. В Краеведческом музее в эти дни будет проходить выставка, приуроченная к столетию пограничных войск на страже границ. А также восьмая областная выставка охотничьих трофеев «Таинственный предмет». Желающие проверить себя могут отправиться в село Новоильинское Петуховского района, чтобы принять участие в полумарафоне «Здоровый как лось» – начало 7 июля в 10.00. А все бильярдисты и их болельщики встретятся с 7 и 8 июля в 11.00 на открытом Кубке губернатора Курганской области, который пройдет в бильярдном клубе «Золотой шар». Проведите эти выходные активно, используя для себя и своих близких. Исследовать речное дно и совершить прыжки с самолета. В Курганской области начинает работу военно-исторический лагерь «Патриот за Уралье». Кто станет участниками первой смены, узнаете далее. «Патриоты за Уралье». Под таким названием на базе лагеря «Космос» откроется областной военно-исторический лагерь. Его участниками традиционно будут юные кадеты и казаки. Первая смена примет 80 ребят. Здесь их обучат основам ориентирования на местности, познакомят с традициями и бытом российского казачества. Ребята пройдут водолазную и парашютно-десантную подготовку, узнают основы воинского этикета, а также поисково-спасательных работ. Вместе с подростками по программе смены будут работать курсанты и офицеры Курганского пограничного института ФСБ России. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в момент открытия планируют показательные выступления региональной кинологической группы «Мастер-классы по парашютно-десантной подготовке». Напомним, лагерь «Патриот за Уралье» в Курганской области работает в летние каникулы уже третий год. Всего запланировано три смены, на которых отдохнут 240 детей от 12 до 17 лет. Во второй и третий примут участие представители движения «Юнармия», а также военно-спортивных клубов и патриотических объединений региона. Дмитрий Долгих, Алексей Старцев, Лидия Каигородцева, информационное агентство «Курган.ру». Уже на следующей неделе Курганская область впервые примет на своей земле всероссийский сельский сабантуй. Ждут президента Татарстана и делегацию из 30 регионов России. Празднование ожидается зрелищным. Сабантуй – татаро-башкирский праздник окончания весенних полевых работ. Широко отмечается во многих городах России. Федеральные сабантуй празднуют каждый год в новом городе. Этим летом он впервые пройдет в Зауралье. Главной площадкой станет Альменевский район. Празднование этого праздника в нашем регионе неспроста. В Курганской области в дружбе и согласии проживает более 100 национальностей. Активно работает около 20 национально-культурных объединений. И сабантуй на Курганской земле отмечается ежегодно. Проведение более масштабного мероприятия в регионе губернатор Алексей Кокорин обсудил в ходе встречи с руководителями исполкома Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан. Празднованием сабантуя в древности задабривали духа в плодороде, в надежде получить еще лучший урожай в будущем году. Сегодня, как и тогда, это день, собирающий под открытым небом певцов, танцоров и борцов по национальным видам спорта. Перетягивание каната, гири, армрестлинг, вертикальные и горизонтальные шестые, бой мешками, самые зрелищные – куреш, борьба на поясах и конные скачки. Здесь же развернется множество торговых, концертных и игровых площадок, среди которых и детский сабантуй. Посетители смогут познакомиться с изделиями народных ремесленников и даже приобрести их, узнать традиции и обычаи тюркских народов, а также попробовать национальную кухню. Празднование сабантуя запланировано на 14 июля. Со слов организаторов, ожидается рекордное количество гостей – несколько тысяч из 30 регионов страны. На мероприятие приглашенный президент Татарстана Рустам Миниханов. Алексей Старцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Предвкушаю старт хоккейного сезона. Совсем скоро на лед во дворце имени Парышева выйдут хоккеисты Курганского Зауралья. Сейчас же там вовсю кипит подготовка к новому сезону. О том, что происходит на ледовой арене, расскажет мой коллега Михаил Котельников. Вы соскучились по хоккее? Мы тоже. Но говорить о нем еще слишком рано, ведь на дворе середина июля. Однако в ледовом дворце имени Николая Васильевича Парыша уже практически все готово для встречи команды Зауралья. Многие любят приходить в Курганский ледовый на хоккейные баталии. Но мало кто знает, что заливка льда тяжелый и титанический труд, требующий аккуратности и предельной концентрации. Малейшая ошибка в разметке и команда будет играть весь сезон на кривой площадке. Разметку делаем на льду. Лед сейчас пока 9-2-1,5 см. Разметку делаем, потом будем баннеры стелить. Сколько это по времени вообще занимает? Ну, целый день с утра и до вечера. Пока не закончим, все стелить, не уйдем отсюда. Ни для кого не секрет, что летом лед топит. Выполняют различные виды работ на площадке. Чтобы ровно залить площадку с нуля, сперва включают холодильные установки и намораживают бетон. Затем на него несколькими слоями через шланг наливается вода. Весь процесс занимает довольно-таки продолжительное время. Но итог один. Идеально ровная хоккейная площадка, готовая принять как хоккеистов, так и просто людей, решивших покататься на коньках. Идет полным ходом подготовка ледовой арены к новому сезону. По всем показателям, то, что мы планировали, в принципе, все сделано. 13-го числа команда должна выйти на лед, поэтому к этому времени мы обязаны сделать лед. Мы с удовольствием примем и команду, и затем уже будем принимать всех желающих покататься. Начиная с 13-го июля команда «Зауралье» приступит к тренировкам на льду. В начале августа на этой самой площадке курганские хоккеисты сыграют два товарищеских матча с казахстанской командой. После чего предсезонная подготовка продолжится традиционным турниром памяти почетного гражданина Курганской области Николая Васильевича Парышева. Команда собирается у нас 8-го июля в Кургане, проходит медосмотр. Уже в числах 10-го и 11-го выходит на тренировку, будут на земле. Через несколько дней будет потом уже первый лед. Но обязательно приглашаем всех болельщиков на предсезонные игры, на домашний турнир к памяти Николая Васильевича Парышева, который 7-го по 9-го августа будет проходить тоже на льдовом дворце. Но обязательно следите за новостями на сайте клуба, в социальных сетях. Будет точно интересно. В Кургане прошел чемпионат мира по футболу. Именно так можно назвать турнир, в котором встретились депутаты областной думы, осужденные и надзиратели. Инициатором выступило общественное движение «Весна», а информационным спонсором – наше информационное агентство. В Курганской области прошел необычный футбольный чемпионат. Его инициатором выступило общественное движение «Весна», которое уже много лет организует турниры по дворовому футболу. У нас это уже 15-й турнир по дворовому футболу городской. И вообще поиск каких-то новых вариантов, новых решений у нас постоянно идет, и хотелось, чтобы такое особенное. И когда я узнал, дошли вести о том, что в системе УФСИН проводится такой турнир среди осужденных, и есть победитель, то вот и пришла идея попробовать провести матч между какой-то из наших команд, из победителей прошлых лет или тех, кто в этом году заявился, с победителем между командами осужденных. Руководство УФСИН отреагировало на предложение положительно. Спорт играет важную роль в исправлении осужденных. В каждом исправительном учреждении в выходные дни проводятся турниры среди осужденных. Раз в год у нас проводится областная спорта-океада, сборные команды трех исправительных учреждений вывозятся на базу данного исправительного учреждения, где мы проводим соревнования по пяти видам спорта. Ну, как я уже сказал, футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы и силовые виды спорта. Поиск соперника привел к неожиданному результату. Встретиться с осужденными захотела Курганская областная дума, депутаты и сотрудники аппарата, которая выступает за различные дворовые команды. Возглавил дружину председателя регионального парламента Дмитрий Фролов. Он не видит ничего зазорного в том, чтобы подать руку тем, кто ступился в жизни и раскаялся в этом. Все мы граждане Российской Федерации, что спорт как раз объединяет не только все нации, но и, скажем, социальный статус человека. И хотим отметить, что если мировые первенства проходят под девизом «нет расизма», то у нас нет какой-то классовой разницы. То есть здесь и надеюсь, что каждый человек имеет шанс на исправление. Третьим участником турнира стала команда сотрудников УФСИН. Среди них тоже проводится спартакиада, поэтому в дружины вошли только лучшие из лучших. Кто-то в молодость до того, как устроится Федеральный суд исполнения на Казани, занимался футболом. Кого-то просто уже затянуло. Уже в процессе службы непосредственно стали входить в состав своей команды. Что до спортивной стороны мероприятия, то результат оказался непредсказуемым. Чемпионом стала команда осужденных, которая обыграла депутатов 6-3, а затем не без труда надзирателей 4-3. В результате повлиял фактор родного поля. Турнир проходил в исправительной колонии номер 6 на Иковке. И то, что многие осужденные на воле занимались футболом профессионально. В поединке за второе место развернулась нешуточная борьба. Основное время встречи между областной думой и сотрудниками УФСИН завершилось в ничью 2-2. А в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась народным избранникам 4-3. Отметим, что поединки проходили в плотной, но корректной борьбе. Стычек, намеренно грубости и возгласов, что их заслуживают, не было. Драки между зэками и надзирателями – это западная голливудская история. В России их объединяет страсть к футболу, игре номер один, любимой миллиардами человек во всем мире. Чемпионат окончен, но сотрудничество общественного движения «Весна» и УФСИН продолжается. По предварительной договоренности, в следующем году одна из колоний примет участие в турнире по дворовому футболу, принимая соперников на своем поле. «Сегодняшний турнир очень важен для осужденных, потому что находятся они здесь достаточно продолжительный период времени. Особо поиграть им не с кем. Игра между собой со временем приедается. И подобные турниры просто стимулируют осужденных к совершенствованию своего мастерства. Для них это очень важно. Они этих встреч очень ждут». Андрей Бахарев, Николай Волков, Владислав Базалев, Александр Немков. Информационное агентство Курганру. Развитие регионального туризма. С этой целью в Курганской области пройдет этап соревнований по экстремальному спорту. Подробности узнаете из сюжета. В эту субботу в Заурале на курорт озера Медвежье съедутся любители экстремального спорта со всей страны. Они примут участие в этапе 14-го всероссийского экстремального чемпионата «Здоровый как лось». В нашем регионе чемпионат пройдет при поддержке правительства Курганской области. Цель проекта «Здоровый как лось» – формировать направление массового внутреннего туризма с помощью проведения зрелищных спортивных мероприятий в красивых, но малоизвестных природных местах России. Участники, прошедшие онлайн-регистрацию, выйдут на старт в 10 утра в селе Ново-Ильинское. 10 километров они пробегут по маршруту, проложенному в самом сердце озера Медвежье по его островам. Еще 10 километров скоростной маршрут по степи финишируют спортсмены в точке старта. Забег будет массовым. Итоги подведут по нескольким возрастным группам. Три призовых места предусмотрены для мужчин в группах от 18 до 45, от 46 до 50 и от 51 до 60 лет, а также среди женщин от 18 до 35 лет и от 36 до 50 лет. Все участники получат памятную медаль. Главный приз забега – 10 тысяч рублей. На маршруте будут дежурить врачи. Предусмотрена организация пунктов питания. После финиша участников ждут каша, чай, походная баня. Зрители будут не только наблюдать за эффектными состязаниями. После финиша желающие смогут принять участие в фестивале грязи, ощутить на себе целебные свойства рапы озера Медвежье. Для детей подготовлена специальная развлекательная программа. Михаил Котельников, Лидия Кайгротцева, информационное агентство Курганру. На этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Курганская область. 13 июля. Поселок Чумляк, Щучанского района. Концерт мастеров искусств Республики Татарстан. 14 июля. Село Альменьево. 9-й всероссийский сельский Сабантуй. В программе. Национальная борьба, скачки, популярные артисты. Рустам Закиров, Резида Шарафеева, Рустам Асаев, Хамдуна Тимиргалеева, Зайнап Дуфар, ансамбль танца «Казань». Вы можете сделать так. Или даже так. Но мы хотим, чтобы вы читали «Зауральский курьер». Новая рубрика «Книга жалоб и предложений». Нам важно, что вы думаете. Все подробности читайте в номере еженедельника. Внимание, внимание! Конкурс «Киномания». Каждую среду ищите в журнале «Телесим». Отвечайте на простые вопросы. Выигрывайте билеты в кино от кинотеатра «Россия». Быстро нарезать овощи кубиками, натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами. Вам поможет универсальная овощерезка «Найсер Дайсер Плюс». Этот уникальный немецкий прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида терок, контейнер для сбора. Всего за 999 рублей. Заказ по телефону 554855. «Найсер Дайсер Плюс» – ваш кухонный помощник. Первая киберарена Кургана открывает для вас свои двери. 10 мощнейших игровых станций. Крутая клубная атмосфера. Регулярные турниры и ивенты. «Е-Клаб» – твой прямой рейс в киберспорт. Приходи, мы ждем именно тебя. «Моцер Плюс» – твой прямой рейс 어� «Моцер Плюс». «Моцер Плюс» – твой прямой рейс в культуре. Субтитры делал DimaTorzok Сильнейший. Вперед! Дом с минимальной стоимостью квадратного метра. Дом, который возводится легко и быстро. Дом, где детей не ставят в угол. Добросфера. Добрые дома. Дом, где детей не ставят в угол. Добрые дома. В Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров артутного столба. 7 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Госуслуги. Проще, чем кажется. Госуслуги. Проще, чем кажется. Госуслуги. Проще, чем кажется. Субтитры сделал DimaTorzok